Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сегодня 2 июня, я высаживаю свои томаты в теплицу на место рассады. Буквально чуть больше недели назад я заходила в эту теплицу, где была рассада, и показывала вам, какая рассада выросла, и хотела, обещала рассказать, какие ошибки нужно избежать, ну, знать нужно о каких ошибках при выращивании рассады в теплице. Ну, тут я закрутилась очень быстро, много работы, и как-то я не заметила, что рассада почти исчезла в теплице. Я тут уже вот сажу, а я так ничего и не рассказала. Я сейчас расскажу вам об ошибках, которые я на первых годах выращивания рассады для продажи в теплице. Какие у меня были ошибки, чтобы вы их избежали. Вот видите, у меня вот эти вот железные стоят, вот такие ограничители. И вот тем, кто хочет заниматься, например, выращиванием рассады в теплицах, нужно знать, что здесь рассада очень-очень быстро вырастает, и она, вот видите, вот сейчас они с бутончиками, но они уже такие высокие, что они даже прикладываются вот ложатся, и поэтому самая первая ошибка, которую некоторые начинающие делают, никогда не подкармливайте рассаду в теплице. Даже если она вам кажется маленькая, вроде плохо растет, я один раз подкормила, она так дала в рост, что она конкурирует друг с другом, старается выше-выше, и потом заваливается. Вот сейчас я делаю ограничители, это уже у меня вот последняя, вот эта вот кучка остальной, видите, я уже там свое все очистила от рассады, все разобрали. Но когда, если бы я ее подкормила хоть раз, то вот такие ограничители, вот такая лежачая рассада была бы на протяжении всей-всей вот этой вот теплицы. Нельзя ее подкармливать теплице ни в коем случае, у нее здесь и так комфортные условия, если ей дать чуть подкормки, она у вас вымахает человеческий рост, упадет. Вот, и еще что, какая трудность здесь, ну конечно, то, что мороз, это вот я, где рассаду рано высаживаю, я вам рассказывала, вот пупорчатую пленку обтягиваю, внизу делаю деревянную плашку укладываю, и про перец я говорила, что с краев, он самый маленький, потому что там холодно, и видите теперь, какая ситуация, вот там, где был толстый жирный посредине, я его уже весь выбрала, потому что в первую очередь беру, конечно, те, которые расцветают, зацветают, которые очень большие, чтобы они других не загораживали, и в результате к концу продаж остаются только те по краю, которые были маленькие. Помните, я показывала, были маленькие, желтенькие, теперь уже и они подросли, вот они все с цветочными бутончиками, но это несмотря на то, что и пленка обтянута, и деревяшка, то по периметру, конечно, они самые маленькие, они будут в продаже у нас самые последние, но скажу вам, что вырастают все, и вот сейчас у нас после 5 июня только начинается массовая продажа рассады, потому что у нас северный регион, у нас холодно, никто еще не садит, но у меня рассады уже почти нет, все, вся теплица уже пустая, и осталась только на улице, и я уже высаживаю свои томаты. Вот для этой теплицы, в которой я высаживаю рассаду, выращиваю, я специально заранее готовлю рассаду, которая будет высаживаться чуть позже, чем та, которая для раннего урожая. Вот для раннего урожая вы видели уже, что там уже и помидоры висят, и все, а это будет чуть позже. Вот сейчас я высаживаю Настеньку, и вот в той, которая чуть позже, которая чуть дольше приходится ей стоять в стаканах, конечно, выбираю больше всего вот эти толстоногие, потому что они не вытягиваются в рассаде, вы видите, она вся цветет, и это очень важно подбор сорта, который вы потом на более позднюю высадку оставляете, ведь ей приходится в стакане очень-очень долго сидеть, видите, какая корневая система, и другой бы уже давно вытянулся и упал бы. Эта рассада, вот она стоит, она цветущая, у нее вот это вот длительное стояние в стакане не в ущерб растению, не в ущерб потом урожая. Она сейчас быстро, я ее закопаю, она очень быстро пойдет в рост, растолстеет. Вот это все у меня Настеньки, тут же будет петруша, огородник, потом ботяня, все наши сибирские сорта, которые я больше всего люблю. Неженок здесь будет мало, это та теплица у меня разномастная, тут будет 3-4 или 5 сортов, это очень удобно в уходе. И вот очень важно, что после рассады, это вот хорошо она у меня, эта рассада разошлась вот быстро, раз, и все мне освободили. А если у вас, например, ну если вы сами будете как-то торговать на базаре, возможно, торговля рассадой затянется, поэтому надо тщательнее выбирать те сорта, которые вы будете высаживать сюда потом после рассады. Главное, чтобы они не вытянулись, не испортилась рассада, чтобы они были вот такие стоячие, хорошие. Все, я вам рассказала об ошибках, это главное, не подкармливать. Осторожно поливать, нельзя сверху поливать рассаду, которую выращиваете в теплице, потому что если поливать поверху, они как капли остаются на растениях, и она может опять же рассаду упасть, если не будет вот таких переборок. Если рассада большая, делайте вот такие ограничители, которые не дают ей заваливаться ни туда, ни сюда. Вот у меня остался маленький кусочек, остальное здесь все трава, я буду сейчас зачищать, свои высаживать. Не кормите, поливайте осторожно. И самое главное, конечно, не загущать. Вот даже я редко посадила, и то они, видите, как разрослись, они стараются прилечь, упасть. И вот мое личное мнение, что выращивать в теплице рассаду намного сложнее, чем на улице. На улице она всегда стоит, коренастая, крепкая, а здесь она изнеживается, она такая, получается, даже длиннее, чем нужно. Вот у нас сейчас стоит жара, она вянет тут. Но все равно вырастить рассаду в теплице тоже можно. До свидания, с вами была Ольга Чернова. Это вот о сложностях выращивания рассады в теплице. Что нужно знать, что нужно учитывать, если вы хотите начать выращивать рассаду для продажи, именно массово. Еще раз хочу вам сказать, что перцы, нынче многие боялись, что не вырастут перцы. Перцы, несмотря на то, что у нас был очень холодный период, и вроде бы как и земля, казалось бы, холодная, и он, казалось бы, такой теплолюбивый, перец вырос прекрасный, весь на бутонах. Вот у нас высаживать будут 5-го, 10-го только. У меня уже, конечно, большинство уже перца нету, но даже те, которые были самые маленькие, которые в последнюю очередь остались, они все в идеальном состоянии как раз для высадки. Перец растет тоже прекрасно. В середине апреля я, по-моему, высаживала. Все, до свидания.